Всем привет, друзья! Наконец-то скачал я Genshin Impact на свой Redmi Note 9s. Интересно было, как он ее потянет. Одна из самых, наверное, графонистых на сегодняшний день игр. Графика напоминает Zelda с Nintendo Switch. Настройки я выставил почти все на ультра. Сейчас я их покажу позже. По первым наблюдениям идет просто отлично. Считал жалобы, что игра очень тяжелая. На том же Redmi Note 8 Pro она подлагивает даже на средних. У кого-то на 710 снайпе она 20 фпс. У меня вот пока 27.30 идет она. Оптимизация хорошая. Да, графика, конечно, шикарная вообще. Это мобильного гейминга. Игрушка, кстати, весит немало. На памяти телефона у меня заняты 8 гигов только этой игрой. Еще бы она весила, но графика консольного уровня. Грозун практически пятна в PlayStation 4. Кстати, на Соньку 4 эта игра тоже вышла. Главное, чтобы игра не оказалась какой-нибудь на это однообразной. Посмотрим дальше, что там будет по сюжету, по данженам. А пока игра даже, я бы сказал, так затягивает. Даже некий сюжет есть. Кстати, качалась она у меня очень долго. Там то ли сервы камень беда, то ли что. Интернет у меня быстрый дома. Она качалась всего по 300 килобайтов в секунду. То есть, сегодня я на ночь ее оставил, и вот она скачалась за ночь. Так, еще один перс сейчас, наверное, добавится к нам. Судя по обзорам, это у нас лучник будет в команде. Так же читал отзывы, что донат тут ненавязчивый. То есть, можно спокойно без доната играть. Да, графон, конечно, шикарный. Почему бы не выпустить какую-нибудь полноценную RPG в открытом мире наподобие вот этой. Чтобы там был сюжет. Наподобие зельда чего-нибудь. Общего, у этой игры зельда, только графика. Да, она похожа прям один в один. Но, навряд-то, я думаю, что здесь будут похожие механики. Сюжет будет какой-то глубокий. Тут, наверное, просто будет типичная RPG-шка. Японская. Да, поиграем, посмотрим. Пока что очень даже нравится. Тем более, на 720-ом снапе на ультрах идет отлично. Я думал, будет хуже намного. Рассчитывал FPS на 10 на таких настройках. Да, конечно, не 60 FPS. Там настройка, как я включил, 60 FPS. Он не только 30-ку вытягивает. 27-30. Ну, чуть-чуть сбавить. То и в 60, наверное, полетит. Так, у нас тут город большой. Показывает. 26, по-моему, 27 FPS показало. Ну, еще у меня, естественно, используется Screen Recorder. Он тоже жрет ресурсы. В принципе, Redmi Note 9S 30-ку FPS на высоких, максимальных тянет отлично. Так что, друзья, качайте, играйте. Оптимизация тут вроде как ничего. По крайней мере, для Snapdragon 720. Не знаю, как на медиатегах там будет. Поксеносах. Здесь все неплохо. Так что, всем спасибо за внимание. Качайте, играйте. Всем пока.